Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Сейчас ко мне приехала Джитани, это жена старшего брата моего мужа, и мы вместе с ней отправляемся на Киттипарти. Эта Киттипарти находится в другом районе нашего города, она живет тоже в другом районе, в противоположном районе нашего города, и сын на работе, поэтому муж не может водить машину, он на скутере ее привез ко мне, как бы посрединке я нахожусь. Вот, и мы с ней вместе сейчас едем на Киттипарти в район, который называется Гудко, это спальный район, там где жила у нас старшая сестра моего мужа, которой, к сожалению, нет. Вот, там сейчас живут ее дети и младшая сестра, вот, но у нас такое немножко печальное событие, младшая сестра тоже сегодня не придет на это мероприятие, и ее... Деврани, это жена ее деверя, потому что там сейчас вот муж сестры, он находится в другом, в другом городе, в райпуре, в соседнем городе, в больнице. У него проблема со здоровьем, ему должны сделать операцию, но пока еще не сделали. Вот, просто загноилась, типа был у него фурункул, который находится в таком месте, что, как говорится, не самому посмотреть, не людям показать. Вот, чуть ниже копчика. И он терпел-терпел, как бы так побаливало, но он думал, что там все это обойдется, а у него очень сильно загноилась, уже как бы пошел внутри заражение. Вот, и уже как бы довольно в тяжелом состоянии его отвезли в больницу. Как я вам сказала, там очень хороший госпиталь, государственный госпиталь, очень хороший, очень большой, огромнейший госпиталь. Там все бесплатно, потому что это тоже надолго он там будет лежать, и вот ему сделают операцию, должны были сделать сегодня, но что-то пока у него там сахар поднялся, не знаю, у него не было сахара. Ну, видимо, от переживаний или от чего, но, в общем, пока его забрали уже в операционную, ну, операционную, как, в операционную, вот, потом его вернули. Ну, в общем, вот такое пока у нас такие известия. Вот мы всю дорогу ехали и об этом разговаривали, поэтому я вам перевожу. Вот мы уже подъехали слева, там, вот чуть дальше, там дом сестры, а это вот ее соседка по диагонали, как бы, напротив. Это вот моя брата-жена, невестка, как она называется это. Я палю-палю декал, Тумар. Палю, Эна, палю декал. Пичи декал, Тумар, блаус. Вот такая у нее блузка, видите. Вот такой дизайн, павлинчики. Такие красивые ворота. Намастей, намастей, намастей. Посмотрите, какие огромные, какие огромные рыбы. Вот, наверное, с полметра будет. Вот семья хозяйки. Ну, вот, как всегда, собираем деньги. Мы подбрасываемся, вот хозяйка наша. 36 тысяч. Три человека нету, они? Сестра мужа не пришла, ее к Девране тоже не пришла, потому что муж сестры сейчас в другом городе, в больнице лежит. У него сегодня операция. Ну, у него там какая-то была инфекция, и загноение было, он упал. Сейчас мы собираем деньги по 20 рублей, нам выдают вот такие карточки, и будем играть в лату. Нам подали холодные напитки, освежающие. Остались свадебные пригласительные, мы на них сейчас будем писать, зачеркивать деньги. В зависимости от количества собранных денег, естественно, разные правила бывают выигрышей. Так как разные правила, можно запутаться, когда идет игра, поэтому я вот себе заранее отмечаю, например, в этой игре будут вот 4 угла, видите, я отмечаю 4 угла в каждой из карточек. То есть верхний, первый и последний, нижний ряд, первый и последний, это будет угол. Если я зачеркну эти 4 цифры, например, я должна сказать об этом и получить свои там 10 рупий или там 20 рупий. Вот, также у нас будут линии. Линии иногда бывают по одному разу, как в данном случае, так как нас мало людей, или же по 2 раза можно вот одну и ту же линию выиграть 2 раза. Ну, может получить 2 человека за нее. Вот, еще у нас есть температура, называется, или, ну, daily temperature, то есть делийская температура. То есть город Дели, с Ангаболитом бывает самая высокая жара, самая высокая температура, а зимой бывает очень низкая температура. Поэтому на карточке выбирают самый большой номер и самый, как бы, маленький номер. Вот, если вы эти 2 номера зачеркнули, вы тоже поднимаете руку и говорите, у меня daily temperature, и вы получаете опять приз. Ну, и также потом домики, верхний домик, нижний домик, вот, потом quickly seven, это значит, кто быстрее всех зачеркнет 7 номеров в каждом домике, то есть в нижнем домике, то есть в нижнем домике, в верхнем домике. Или же 5 номеров, как сегодня мы договорились зачеркивать только 5 номеров. Вот, как вы видите, уже у меня уже 5 номеров зачеркнуло. Вот их она быстрее все зачеркнула. Называется «Квейклички 5», то есть 5 номеров. Самая первая она зачеркнула нижние, в нижнем домике 5 номеров. Можно играть и побольше карточек, ну, в данном случае тут обычно мы играем по 2 карточки. Вот таким образом я объясняю. Меня часто спрашивают, объясните, пожалуйста, как вы играете. Вот такие одноразовые карточки, мы их зачеркиваем, используем и выбрасываем. В каждом книжном магазине, в каждом магазине, где продаются констовары, мы эти карточки можем купить. Целые книжечки там бывают, мы их отрываем там, поскольку там нам нужно будет. И играем. Она выиграла вторую линию. Вот эту вторую линию она зачеркнула. У меня вот тут может быть. Если эти два зачеркну, углы будут. У меня сегодня ничего нету. сегодня я не везучая. Посмотрите, какой интересный подвесной потолок. Вот такой вот дизайн. У него красивый дом, мне очень нравится. Сейчас будем тянуть жребий. Кто же в следующий раз будет принимать гостей? Я уже принимала гостей. Вот тут у нас осталось, вот видите, столько. Ну, не так много, ну, больше половины, конечно. Вот дочка Аниты вытащила жребий. И сейчас мы узнаем, кто же следующий счастливчик. Тут написано, на хинде я читать не умею. Оказалось, что это ее мама вот в зеленом саре сидит. Дочка вытащила жребий своей мамы, короче. Посмотрите, вот такие шторы у нее. Как у меня. Там, где у меня муж молится, вот такие из ракушек сделанные... Ой, как они называются? Ну, такие шторки. Собко дресс дай каун. Да, дресс дай каун. Вот это Анита, на дочка. Вот такая корта. Анита, а потом фэшн шоу. ПОДЛИГ. Да. А, это будет. Да. Эта пау. ПОДЛИГ. 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 ГОЛОВ. 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 теперь всегда буду показывать одежду посмотрите какая вышивка это вот натуральная ткань поэтому она вот посидела и уже помялась и такой вот богатый шарфик вот такой хлопковый у нее хлопковая курта и посмотрите не печь ворк посмотрите как печь ворк делали девочки где-то тут девочки накрывают вернее готовят нам угощение какая столовая очками не улыбка и к чизы и ка гармей банок а вау а убалки карте скибат батор кеса много тайпка хе бот из-из шейпка посмотрите какая вода это глиняный горшок как вы знаете в глиняных горшках вода остается прохладной эта лестница на второй этаж конечно же мы туда не пойдем она сказала не очень показываю остальные комнаты там не прибрано вот такие вареники только жареные она приготовила и называется что внутри не знаю но бас 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 так а внутри здесь кокос творог какая-то зелень в общем вот такое что-то неплохой интересный такой вкус ну конечно то что жареная не очень мне здесь у нас называется это паешь по бенгальски или кирп на хинди это такая вермишелевая молочная каша варится она очень долго то есть например берете вы 3 литра молока увариваете его до полутора литров добавляете туда сахар или вот как она добавила это сахар из финиковых из фиников вот она туда добавила добавила орешки добавилась шафран и вермишель и вот получается вот такая вот вкуснятина вермишель предварительно нужно обжарить вот сухой вермишель обжарить на ги на топленом масле чтобы они не равны чтобы он не развалился ну и теперь как всегда чай или кофе но в данном случае чай масала с молоком со специями и вот такие хрустяшки очень даже вкусно соленые хрустяшки со сладким чаем но сейчас происходит вручение денежных призов потому что один раз мы играем за счет хозяйки то из первых три победителя получают призы по 100 рупий рупа ка ворву диди ка вот мы уже уходим сейчас мы зайдем туда к сестре в дом спросим как там дела у нашего родственника а это вот я вам покажу вот я немножко показываю ее садик у меня кстати очень хороший сейчас я не хочу лезть туда на втором этаже там на террасе тоже очень хороший садик вот посмотрите здесь вот савана клок эти цветы называются они цветут только вот утром и на солнышке они цветут почему они савана клок то есть 7 утра посмотрите куда у нее кумра тыква поплелась мы же едим вот эти листья от тыквы и от тыквы едим мы тыкву саму едим а вот дерево посмотрите на термиты вот так термиты поедают дерево все расходимся уже а теперь O это и в в и посмотрите у других соседей растет карелла вот это вот которая очень полезной такой горький овощ диабетикам очень полезно релла приехав домой я хотела более подробно вам показать вот саре вот это бордер это кайма на саре посмотрите какая тут работа вот это как золотом таким выше то а вот невестку привезли к нам ну я ее привезла а тут ее теперь забрала вся семья приезжала к нам я ничего не снимала дома конечно не не до этого было у нас тут еще в доме тоже tension идет у младшей сестры муж в больнице операцию серьезную перенес сегодня только сделали только нам позвонили good night здравствуйте мои дорогие сегодня вот я нарядная но я уже пришла уставшие немножечко потому что я уже пришла с наших посиделок женских уже вечер довольно таки поздний вечер вот потом у нас как раз я моя старшего брата жена при ее привозит сюда муж а потом мы с ней вместе едем дальше вот на это мероприятие это в другой район совершенно вот и потом тоже я ее сюда привезла и они все заехали к нам вот тут у нас как бы такое немножко печальное событие у нас оперируют сегодня операцию сделали мужу младшей сестры там вообще была какая-то угроза прям очень такое критическое состояние было прям все переживали вот поэтому мы тут сидели как раз обсуждали это и вот пока мы сидели позвонили что сделали все таки ему операцию в принципе все нормально дай бог чтоб все было нормально так вот я снимаю уже после вечеринки поэтому я немножко такая понятая уже уставшие вот и почему-то у меня вы знаете глаза вот сейчас сейчас у нас большая влажность высокая из-за того что дожди почти каждый день но понемножку идут так нет нет такого чтобы зарядили там на целый день понемножку идут а потом солнце палит днем ночью идут дожди там ну часик два часа а вот потом ночью потом утром палит солнце и вот это такая парная получается я буквально там если у меня нет вот я выключил вентилятор мне нужно срочно вам все рассказать и быстренько включать я только начинаю там на кухню пошла или куда ну не могу все с собой постоянно это там кондиционер везде включать вот если там на пять минут захожу в комнату он просто не успевает охладиться и вот я начинают у меня от этой влажности я начинаю потеть у меня потеет лицо очень вот и я не знаю у меня waterproof ну вот это вот вода как водозащитная или как у нас называется тушь тушь этот айлайнер вот этот подводка тоже я покупаю х одну хорошая фирма и хорошие и дорогие дешевые любые я смотрю что у меня она начинает вот я же говорю потеть начинают капли мне спускаться сюда и попадает в глаз и мне выжигает я не знаю меня видите какие гласные красные глаза прям жжет и все вот это я недавно у меня опять такое луч случилось я отхожу как заплаканная вот хотя настроение такое тоже потому что сами понимаете когда кто-то из ваших близких болеет вот ну вот у меня такой хочу показать вам свой вид на мадрид вот такое у меня платье я хотела надеть новая которая пошила там у меня белая ну я как раз пошел дождь я думаю так машине я буду машину вести подходишь к машине там она уже длинная все буду вытирать там всю всю грязь могу вытереть то есть мне придется потом его стирать вот и к этому платье у меня посмотрите такая бижутерия вот такие видите вот медные такие копор медный или бронзовый как сказать цвет такой и вот такие вот сережки вот такое вот тоже кольцо подходит сюда я кстати и сюда деревянные точно такого цвета мне захотелось сегодня вот такую блестюшку надеть вот такую сумку я взяла с собой она сюда очень подходит хоть ей сто лет в обед вот и довольно таки недорогая сумка но я говорю очень хорошая сумка после этого я сколько покупала сумок уже расползлись разве из леса это вот это нормальная сумочка мне так так как я шла к индийцам а иногда тоже бывает знаете как разгоряченная вам жарко вы садитесь машину там дует кондиционер и можно простудиться поэтому шарфики это не только как бы красиво но и нужная вещь ну и вот можно утереть вот такой у меня шарфик у меня нет такого цвета но даже такой цвет был блеклый как бы вот если такого цвета купила я подобрала вот под вот эти цветочки видео тут цветочки вот эта серединка и это вот окантовочка она вот такого цвета вот в общем такой шарфик у меня вот и у меня такие тоже под медь под бронзу из крокодилей кожи шлепанцы сейчас покажу я не стала надевать сегодня каблуки они чистые я уже помыла я прихожу мою обувь сразу хотя там тоже из машины там выходишь сразу чисто там ничего страшного так что вам еще рассказать пояс вот такой пояс его кстати купила в украине вот он сюда тоже подходит и можно не спориться тоже носить в общем вот так все дорогие мои наговорила я вам тут уже на пять минут даже больше на пять с половиной минут ой у меня даже заколка подходит сейчас я раскалю уже волосы посмотрите даже заколка у меня вот такая вот подвод под вот эти вот цветочки мои тоже на такого цвета медного с топазами можно сказать с дымчатыми топазами вот они какие-то желтые вообще не дымчатые такие вот как дымчатый топаз вот более такой коричневому ну все мои дорогие пока пока спасибо вам за все спасибо за то что смотрите за то что приходите в гости и Продолжение следует...